В конце прошлой недели в Берлине стартовала крупнейшая сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя» или «Грюна Вохе». И Эстония оказалась представлена не только своим стендом, но и парламентской комиссией по сельской жизни. Членом этой комиссии является также депутат парламента Мартин Ряпинский, с которым мы будем говорить о прошедшей выставке. И приветствуем его прямо сейчас в нашей утренней студии. Доброе утро, Мартин. Доброе утро. Мартин, ну давайте начнем с простого. Что из себя представляет вот эта вот выставка «Зеленая неделя» и как она может помочь развитию сельского хозяйства в нашей стране? «Грюна Вохе» или «Зеленая неделя» — это крупнейшая сельскохозяйственная и продуктовая выставка в Европе, по крайней мере. И помочь это может таким образом, что можно найти огромное количество контактов как чиновникам, так и предпринимателям. То есть, в принципе, с всем, кто связан более или менее с этой сферой. Ну, раз уж вы заговорили об этом, то удалось ли вам привести огромное количество этих полезных контактов? На самом деле, да, мы участвовали во многих конференциях, встречались с коллегами из различных стран и для себя подчеркнули довольно много интересной информации. Но такое из актуального, наверное, да, с одной стороны, кажется, для нас это далеко, с другой стороны, близко. То, что во всей Европе, в принципе, является проблемой. Вокруг больших городов, большие города разрастаются и занимаются все больше и больше сельскохозяйственных земель. И, соответственно, продовольственный кризис может грянуть, скажем так, в ближайшие годы. И в связи с этим в Эстонии тоже парламент планирует принятие закона, который запретит использовать хорошие сельскохозяйственные земли под застройку каких-то жилых зданий или коммерческих. Главные вещи, которые были представлены на стенде Эстонии. То есть, какой сегодня Эстония представляется на сельскохозяйственных выставках? Где наш самый сильный стороны? Эстония — это все-таки в первую очередь молочные продукты, естественно. Это, естественно, мясные продукты. Хотя, конечно, выйти, скажем так, на немецкий рынок с такими продуктами — это крайне сложно, поскольку немецкий производитель очень эффективен, может производить даже дешевле, чем мы, несмотря на то, что рабочая сила дороже. И, конечно же, логистика все-таки забирает свое при транспортировке таких продуктов, которые довольно-таки имеют невысокую стоимость за килограмм. По вашему мнению, насколько хорошо был представлен эстонский стенд и насколько эффективно были налажены контакты и связи? Ну, скажем так, конечно, если сравнивать со стендом двухлетней давности, то он в разы меньше. Ну, это и понятно, потому что два года назад Эстония была страной-партнером. В этом году, например, такой страной-партнером является Марокко. И Марокко представлено было во всей красе. То есть, огромный стенд, почти половину большого холла занимал. Эстония, конечно, в этом году была очень скромно представлена, но я думаю, что не это главное. В принципе, да, конечно, хотелось бы площадь побольше. Я надеюсь, что в следующем году удастся этого добиться. Но Эстония проигрывала, и об этом говорили многие члены нашей комиссии, нашей делегации, о том, что проигрывала в плане того, что не бросалось в глаза. То есть, эстонский стенд можно было спокойно пройти и не заметить. И мы решили в следующем году выступить с такой инициативой. Я говорю, мы не только там, центристская партия, в принципе, все, кто в делегации участвовали, мы договорились. И попробуем организовать так, чтобы в следующем году был открытый конкурс, чтобы все предприниматели, жители Эстонии смогли принять участие в такой конкурс открытых идей для этой выставки. Чтобы действительно придумать что-то оригинальное, поскольку, я думаю, главное все-таки не площадь, а то, каким образом представлено. А у нас все довольно-таки скромно и прозаично, скажем так. Можно ли провести параллели между скромностью эстонского стенда, его незаметностью, может быть, каким-то небогатым ассортиментом и той ситуацией, которая на сегодняшний день есть в нашем сельском хозяйстве, которая тоже, в общем-то, не в самые лучшие времена переживает? Ну, можно, конечно, провести параллель, но я думаю, что все-таки должно все работать с точностью наоборот. То есть, когда сельхозпроизводители нуждаются в помощи, как сейчас, то есть Эстония, конечно, должна максимум прикладывать усилия для того, чтобы искать новых партнеров, новых клиентов. И, в принципе, чем сейчас занимается активно, в том числе, например, Министерство сельской жизни. Но, в основном, это все-таки рынки, мы ищем восточном направлении, то есть Япония, Китай и так далее. И, в принципе, можно сказать, что многие страны были представлены скромнее, чем обычно. Тоже, например, Голландия и целый ряд стран. Но, конечно, мне, например, бросилось в глаза все-таки, как была представлена Россия, поскольку два года назад, когда я был в России, был огромный, целый холл она занимала, то есть несколько тысяч квадратных метров. То есть, в одном только в этом павильоне выставочном можно было находиться целый день. Были разные праздники, танцы, все что угодно. В этом году было чуть-чуть больше, может быть, чем эстонский павильон. То есть, тоже можно было спокойно пройти, не заметить, в принципе, если не искать целенаправленно. И это, естественно, отражает эту общую геополитическую ситуацию. И то, что российский предприниматель понимает, что ему сейчас нет смысла что-то искать на европейском рынке. 23-й раз Эстония участвует уже в сельскохозяйственной выставке «Зеленая среда», «Зеленая неделя». Прошу прощения, да, всех перебрала. Есть ли какой-то эффект от этого участия за эти 23 раза? Конечно, есть эффект. Его сложно оценить адекватно, скажем так, точно, как-то в цифрах. Но, может быть, эстонский производитель не столько вышел на немецкий даже рынок через эту выставку. В Германии тоже представлен наш производитель, но это в основном какие-то небольшие сети, специализированные. То есть есть, например, такие сети, которые сейчас в Германии набирают популярность, которые именно созданы для русских, поскольку очень много русскоязычных, русскоговорящих людей в Германии. И в этих сетях представляются очень активные эстонские производители. Но там находятся также контакты и с другими странами, с теми же соседями, то есть, например, Финляндия, Латвия. Там очень много можно встретить коллег из, ну, как предпринимателей, так и политиков из соседних с нами стран. И я думаю, что, общаясь с предпринимателями, не раз они упоминали о том, что на этой выставке удавалось наладить какие-то контакты даже с ближайшими соседями. И, естественно, очень важен контакт политический в том плане, что министры сельской жизни, сельского хозяйства регулярно в течение года где-то встречаясь, пересекаясь на каких-то конференциях, еще где-то говорят о том, что встретимся вот на выставке Гуреново, и там мы обсудим эту тему так более обширно, более конкретно. И действительно, наш министр сельской жизни тоже там довольно много времени провел, и, насколько я знаю, много было полезных рабочих контактов. Депутат Риги Когу, один из членов парламентской комиссии по сельской жизни, Мартин Рябинский, был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что пришли. А мы сейчас после темы выставок перейдем к теме музыкальной. Прямо сейчас музыка на ваших экранах. Прямо сейчас музыка на ваших экранах.